В селе Тухлах Богатовка под Судаком провели первый в этом году ифтар. Коллективное разговение объединило около 150 человек. Постящиеся приступили к вечернему приему пищи после эзана, молитвы и намаза. Организатором и спонсором ифтара выступил выходец из села Тухлах Энвер Решетов. Потому что в 1934 году в Санкт-Петербурге на Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге, в Катакурган. И есть много признаков, что в этом году в рамазан-кайе, когда ифтар кушать. Энвер Решетов также передал в дар мечети села Тухлых Большое издание Корана и резную деревянную подставку для священной книги мусульман Ифтар состоялся в старинной мечети села Тухлых Она была построена еще в 18 веке Но в 1983 году мусульманский храм разрушили практически до основания и закопали землей Вернувшиеся из мест депортации выходцы из села Тухлых начали восстанавливать мечеть своими силами Был восстановлен каждый камешек мечети Во время раскопок также были найдены плиты с надписями на староарабском языке Их установили там, где они находились в старину И в 2013 году эта уникальная мечеть вновь распахнула свои двери для верующих Она была вот такая вот, как гора идет, так и шла Ее потом выкопали мы, с джематом выкопали Она у нас стояла Потом мы своими силами начали ее строить Ну, сложности, знаете, в начале были Ну, когда, знаете, Аллах, Йолна, Шлер, Япаджакулсан Сложностей не бывает Все легко получается А потом, когда главный спонсор нашелся Мы быстро его за 7 месяцев построили Камни все отсюда Что могли, мы камни здесь выкопали Все сюда, короче, вложили Главным блюдом Ифтара стал плов Нусред Исмаилов – учитель на пенсии Но кулинария всегда была его любимым делом Ну, я думаю, это блюдо даже ребенок узнает Это наш любимый плов Ну, рецепты, естественно, мы называем всегда их вбецкими Хотя уже давно сами готовим И уже даже внесли какие-то свои нотки Это плов из, я скажу, сколько продуктов здесь 20 килограммов мяса, говядина хорошая Столько же риса, столько же моркови Ну, и там масло, приправы Это рассчитываем на человек 150 Помимо плова в меню входили различные закуски Овощные салаты, фруктовые нарезки и сладости Приготовленные местными жительницами Готовились к Ифтару всем тохлыхам Были все дружные, все друг другу помогали Было интересно даже Салаты разносили Это время, когда можно очиститься Это время, когда все читают Дува Это очень важное время для всех мусульман У нас в селе сейчас проводится Ифтар Это первый Ифтар Мы стараемся как можно больше провести Ифтаров у нас в селе Мне нравится, потому что тут мои близкие, друзья и родственники Я, по примеру, анашки держу уроза Мне 10 лет, и я буду урозу держать, когда я вырасту Коллективные Ифтары – это не только неотъемлемая часть священного месяца Рамазан Но и прекрасная традиция, которая сплачивает народ Жители села Тохлых планируют и дальше проводить такие Ифтары в своем селе Редактор субтитров А.Семкин